Здравствуйте, эфир телеканала СКАД, продолжает Самарский телевизионный вестник, студии Александр Семенов. Начинаем с главного. Подписано соглашение, которое даст толчок развитию Самарской области в Екатеринбурге в рамках проведения международной специализированной выставки «Дорога-2019». В присутствии председателя правительства России Дмитрия Медведева и главы региона Дмитрия Азарова заключено концессионное соглашение о строительстве моста через Волгу в районе Климовки под Тольятти. Подробности в сюжете наших корреспондентов. Центральное событие форума «Дорога-2019». Подписан документ, который даст толчок развитию не только Самарской области, но и всей страны в целом. Будет проложен транспортный коридор, связывающий Восток и Запад. Концессионное соглашение о строительстве обхода города Тольятти в рамках реализации проекта «Европа-Западный Китай». Изначально планировалось, что новая дорога пройдет по территории соседнего субъекта. Однако губернатору Дмитрию Азарова удалось убедить федеральный центр в необходимости ее прохождения по территории Самарской области. Глава региона неоднократно обсуждал этот проект с главой государства Владимиром Путиным. Заявку одобрило и Федеральное дорожное агентство. Строительство новой трассы и мостового перехода через реку Волгу было включено в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. Партнером региона в реализации ключевого инфраструктурного проекта стала концессионная компания «Обход Тольятти». Согласно проекту, автомобильная дорога будет иметь четыре полосы движения, подвив каждую сторону. Максимальная скорость движения – 120 км в час. К примеру, если сейчас требуется 16 часов, чтобы доехать от Самары до Москвы, то с вводом всего маршрута потребуется лишь 8 часов. Общая длина новой трассы составит 102 км, в том числе протяженность моста – 3,7 км. Предварительная стоимость работы оценивается в 120 млрд рублей. Совершение строительства запланировано на 2024 год. Мы рассчитываем, что этот проект даст новый импульс развития Самарской области в целом, городскому округу Тольятти, особо экономической зоны Тольятти, как даст, конечно, весь проект новый импульс развития всей нашей страны. В реализации этого проекта заинтересовано все государство, Российская Федерация. Для того, чтобы обеспечить его ускоренное исполнение, Самарская область предпринимает шаги, опережающие шаги и заключение кондиционного соглашения. Здесь, сегодня, в рамках проведения этой выставки, это еще один серьезный шаг для реализации этого масштабного, крупнейшего в стране инфраструктурного проекта. Максим Устриков, Ирина Игнатьева, СТВ. А вот к Фрунзенскому мосту пусят троллейбусы через центр Самары. Утверждена документация по планировке территории для размещения новой линии в историческом центре областной столицы. Проектирование и строительство этого участка троллейбусной линии запланировано на 2019-2020 годы. С развязки на Фрунзенском мосту возведут тяговую подстанцию. Также троллейбусную линию построят от улицы Шоссейной по Фрунзенскому мосту с выходом на Чапаевскую и Комсомольскую. Сохранить троллейбусное движение намерено и на мосту на улице Главной. Для этого нужно усилить опоры контактной сети трамвайно-троллейбусного управления. Работы будут вестись по отдельному проекту в течение 2020 года. Сам Фрунзенский мост обещают открыть до конца этого года по основному ходу дороги. Сейчас там укладывают асфальт. В нашу редакцию обратились самарцы с просьбой рассказать об их проблеме. Собственно, проблема сейчас прямо на ваших телеэкранах. Аврора, 57. Как рассказывают местные жители, месяц назад тепловики тут ликвидировали порыв. Раскопали два котлована, устранили аварию. Все бы ничего, вот только яму долго не засыпали. Местные жители всерьез опасались за свою безопасность и за безопасность своих детей. Ведь яма раньше ничем не была огорожена. Сейчас проблемы устраняются. Приездом нашей съемочной группы рабочие активизировались. Тепла нет и неизвестно, когда будет. Часть домов в Самаре так и остается без коммунальных благ, так необходимых холодной осенью. Один из таких, номер 126 по улице Осипенко. Жильцы вынуждены обогреваться газовыми горелками, что не очень хорошо для здоровья. И электроприборами, что бьет по кошельку. Особенно у и так небогатых пенсионеров. В чем причина очередной коммунальной беды самарцев, сами жильцы расскажут в нашей постоянной рубрике. Дежурный по городу. Батареи холодные, горят газовые конфорки. И люди дышат продуктами горения. А электрообогреватели накручивают деньги на счетчики. Обычная картина для самарских домов, где нет отопления. В этом, по адресу Осипенко, 126, в такой обстановке живут как маленькие дети, так и пожилые люди, которые вынуждены не только платить за неоказанную услугу, но еще и добавлять из своих небогатых пенсий за перерасход электричества. Отопления нету. Вот мерзнем, до костей замерзаем. Греемся газом. Голова болит. В общем, это первый год, так честно говоря, плохо. Отопление. Наверное, управляющая компания, что ли, сменилась. Ничего не знаем. Платим мы регулярно, то есть нормально. За что мы деньги платим, даже не знаем. И греемся обогревателями. Вот газ на кухне включаем, а от газа тоже голова болит. В доме нашелся дотошный жилец, который взялся разбираться в ситуации, подошел к делу грамотно и настойчиво. Но нужного результата, горячих батарей и отопления, пока еще нет. ПТС-сервис, компания, которая подает тепло, непосредственно отвечает за подающее тепло. И за обслуживание теплового оборудования в доме отвечает у нас региональный ЖКХ-сервис. Несмотря на наши многочисленные увещевания, заявления, разговоры в разной форме, до сих пор тепла в доме нет. То есть нам надо отремонтировать трубы, которые подходят непосредственно в дом. Ремонт не осуществляется. Внешне трубопровод мы отремонтировали. Спустя три недели мы в ПТС все-таки достучались, дозвонились у нас при помощи аварий, как они ремонт осуществили. Но подача тепла в дом так и не осуществлена до сих пор. К сожалению, так у нас сложилось, что уже оплаченные услуги порой приходится добиваться, обивая пороги различных инстанций, просить, требовать, писать заявления не по одному разу. Действенный механизм эффективного воздействия на коммунальщиков так и не создан. Зато механизм оплаты за жилищно-коммунальные услуги отработан очень хорошо. Не внес вовремя нужную сумму, будут проблемы. Хорошо, если в доме найдется деятельный жилец, который будет добиваться правды. А если такого нет? Максим Остриков, Олег Галочкин, СТВ. В Самаре распределение в детские сады начнется 22 октября. В данном случае речь идет о новых учреждениях. Напомню, в областной столице планируют открыть сразу шесть детсадов. Распределять детей в них будут в два этапа с 22 октября и с 22 ноября. Об этом сообщают в Департаменте образования. Все пройдет в автоматизированном порядке. На первом этапе у родителей будет возможность подать заявление на поступление в детские сады номер 181 и 56, а также в учреждения на Нововокзальной 213. На втором этапе в детские сады номер 87, 340 и 462. Благодаря возведению новых и ремонту уже имеющихся зданий в городе появится около 1200 новых мест для дошкольников. Будут открыты ясельные группы, в которые смогут пойти 400 детей в возрасте от 2 до 3 лет. Не все то настоящее, на чем логотип модного бренда. Самарские таможенники обнаружили около 40 тысяч единиц поддельных товаров, замаскированных под продукцию известных фирм. Не заметил автобус ДТП с участием общественного транспорта. С пострадавшим произошло в Тольятти. Не уступил дорогу. В результате аварии, произошедшей в Самаре по зажирке, понадобилась госпитализация. Обо всем по порядку в обзоре происшествий. 10 уголовных дел за контрафакт. Столько в этом году возбуждено по материалам службы таможенного контроля. Речь идет о незаконном использовании чужих товарных знаков. Выявляют подделки мобильные группы Самарской таможни. Всего обнаружено 38 тысяч единиц товаров, обладающих признаками контрафактной продукции. Сумма ущерба по оценке права обладателей составила более 343 миллионов рублей. Среди выявленных контрафактных товаров – кроссовки, одежда, часы, автозапчасти, парфюмерные изделия, сумки, кепки, рюкзаки, очки, шорты и портмоне, незаконно маркированные известными товарными знаками. Работают таможенники со всем старанием. Но всех ли перевозчиков левого товара они могут отловить? Так что самарским модницам и модникам стоит задуматься, так ли уж нужно гордиться брендовыми вещами. Вполне могут оказаться и подделкой. ДТП с участием общественного транспорта произошло в Комсомольском районе Тольятти в ночь на 17 октября. Об этом сообщают пользователи соцсетей. По словам очевидцев, водитель ВАЗовской легковушки, которая столкнулась с автобусом, предположительно был не трезв. Водители пассажира автобуса не пострадали. А вот мужчине за рулем 14-й модели понадобилась помощь медиков. Он пожаловался врачам скорой помощи на сильные боли в левой части тела. Как раз туда и пришелся удар при столкновении. Еще одно ДТП произошло в вечернее время в Самаре. Водитель Лады Гранта ехал по улице Крейсерная и на нерегулируемом перекрестке равнозначных дорог не уступил дорогу Шкоде. Произошло столкновение. В результате ДТП пострадала пассажирка отечественного автомобиля. Она была госпитализирована. Самарские студенты поучаствовали в диалоге на равных. На этот раз с будущими управленцами, банковскими работниками и экономистами встретились представители регионального штаба ОНФ. Говорили о социальных лифтах для молодежи. Все подробности расскажет наш корреспондент Екатерина Алексеева. В школе мечтал стать большим руководителем. Сегодня мысли о бизнесе и общественной работе. Студент из ТФАКа Самарского университета. Михаил Дубасов уже целый год активист Общероссийского народного фронта. Молодой человек рассказывает, движет им в первую очередь желание помочь людям и быть полезным обществу. Для студентов эти встречи очень полезны, потому что в первую очередь это возможность зацепиться своими знаниями за человека, который имеет колоссальный опыт. И возможность потом в какой-то мере с ним взаимодействовать, перенимать его опыт. И в дальнейшем это позволит выбрать более точные пути карьерного роста, пути образовательного роста. Социальные лифты для молодежи. Эксперт встречи, сопредседатель регионального штаба ОНФ Павел Покровский ответил на вопросы студентов и рассказал о возможностях для молодежного актива. Речь идет о личностном росте и общественных проектах, которые направлены на улучшение жизни людей в регионе. По линии Общероссийского народного фронта мы проводили к первому сентября опросы. Мы увидели, что у нас молодежь не просто активная, а что она зачастую даже не удовлетворена тем мерой своего погружения в развитие гражданского общества, в участие в жизни активной гражданского общества. И поэтому я думаю, что через такие проекты, как «Диалог на равных», мы их не просто подтолкнем, а мы им дадим тот ключик, который откроет правильные двери. На встрече говорили о проекте «Лидеры России» как одном из социальных лифтов. По итогам прошлого года в полуфинал конкурса вышли шесть участников из Самары. Один из них стал финалистом. Напомню, проект «Диалог на равных» проходит в разных регионах страны. В Самаре эта встреча не первая и далеко не последняя. Молодые люди получили возможность обсудить важные темы с известными деятелями культуры, науки, политики и спорта. И внести свой вклад в развитие общества в своем регионе. Екатерина Алексеева, Олег Галочкин, СТВ На реставрацию Самарской фабрики кухни потратят почти полтора миллиарда рублей. Деньги выделят федеральный бюджет. Работы должны быть сданы до ноября 2021 года. Напомним, что здание фабрики кухни, построенное в виде стерпа и молота в 1939 году, является объектом культурного наследия федерального значения. С 2016 года проводится реставрация здания. Там планировали открыть филиал государственного центра современного искусства. Однако работы были сорваны. Год назад стало известно, что фабрика кухни будет передана Третьяковской галереей под ее самарский филиал. Планируется, что он будет открыт к 18 мая 2022 года. Это Международный день музеев. Для обманутых дольщиков Самарской области провели специальный брифинг. Рассказали о новшествах в законодательстве. Напомню, в июле Губернская дума приняла закон, расширяющий меры господдержки. Теперь пострадавшие могут рассчитывать в том числе на новое жилье и денежную компенсацию. В регионе проблемам обманутых дольщиков уделяется особое внимание. Кроме того, с 1 октября в регионе начал работать региональный фонд защиты участников долевого строительства. В прошлом году было сдано 4 объекта. В этом еще 3. Фонд был создан с целью регулирования обязательств застройщиков и участников долевого строительства. В том числе для взаимодействия с федеральным фондом. Каким способом поставленные задачи будут решаться? Это путем принятия обязательств застройщика недобросовестного права в отделе об антарте. При каких условиях фонд принимает такие обязательства? В законе тоже четко указаны условия. За первое полугодие камеры видеофиксации набрали нарушений на 1,5 миллиона рублей. Это почти на три четверти больше, чем за аналогичный период прошлого года. До конца 2019-го общая сумма штрафов по прогнозам специалистов может достичь 2 миллиардов рублей. По данным ГИБДД, такие меры влияют на снижение аварийности. В этом году число ДТП сократилось на 6%, погибших на 16%. В местах, где установлены стационарные камеры, есть предупреждающие знаки. Там, где используются так называемые треноги, установка таких знаков по закону не требуется. Места передвижных камер согласовываются с ГИБДД. У меня же на этом все. Далее прогноз погоды, интересные новости. Программу можно также посмотреть и прочитать на информационно-аналитическом сайте. gslimansky.ru Новости СТВ можно увидеть в соцсетях на сайте и на канале СК-24 ежедневно. В 20.30 телеканал СК-24 теперь еще и на Яндекс.ТВ и на Пирс.ТВ. Мы же с вами прощаемся. Всего доброго и до встречи.